Впервые за 40 лет по Вятке идет круизный теплоход. 1 мая из Нижнего Новгорода в сторону Кирова вышел двухпалубный Василий Чапаев. А уже 4-го теплоход пришвартовался в Вятских полянах. Подготовка круиза по Вятке велась несколько лет. Однако добраться до региона он смог только в этом году. Этим маршрутом круизный теплоход Василий Чапаев еще никогда не ходил. И больше 40 лет, по данным специалистов, сюда таких размеров, да еще и с пассажирами на борту, не заходили в русло реки Вятки. Потому интерес со стороны туристов, в основном все, не из Нижнего Новгорода, оказался высок. На борту более 100 человек, свободных кают всего 6. И это при том, что стоимость билета фарьировалась от 30 до 80 тысяч рублей. Этот рейс эксклюзивный. Здесь на борту собрались именно истинные ценители маршрутов. И мы постараемся пройти до самого, ну не до самого Кирова, а до Потрепухина. И оттуда уже попадем в Киров. Планировался такой круиз по Вятке еще в прошлом году. Однако из-за технических проблем выйти в рейс вовремя тогда Чапаев не смог. Начал навигацию только в конце мая, когда половодье уже закончилось. Пройти по Вятке двухполобное судно может теперь только в половодье. В этом году двухнедельный круиз начался в срок 1 мая из Нижнего Новгорода. В прошлом году собирались. К сожалению, тут события такие были, что пришли с нами в место Киров-Тверь. Ну а тут опять все, кто прошлогодние люди, собрались, кто мечтал об этом круизе. Мы очень рады, что мы попали в ваш город. Мы очень рады, что мы вообще идем по Вятке. Потому что по Вятке до Василия Чапаева никто не ходил больше 10 лет. И Василий Чапаев первый теплоход, который, в общем-то, пришел к вам. Однако добраться до Кирова пассажирам Чапаева не удастся и в этом году. По подсчетам специалистов, по большой воде он сможет дойти только до Советского района. Конечная остановка в области запланирована в селе Потрепухино. Оттуда на экскурсию в Котельниче Киров туристы поедут на автобусе. Да и оборудованных причалов на Вятке уже не осталось. Высаживать пассажиров приходится при помощи небольшого кассера. Сейчас гости уже доплыли до Вятских полян. Мы заинтересованы принять этих туристов. И если бы у нас была судоходная река, то вот как в Елабуге, там, знаете, сколько? 300 теплоходов приходит за сезон. И они зарабатывают довольно приличные суммы. Далее по курсу у Чапаева Советский Уржом. В Нижний Новгород теплоход вернется 12 мая. Дмитрий Житарчук, Елена Росомахина, Роман Кутузов. Бюро новостей Давича.